Горщик готов, педаль готов, марш! В зимний период тренировки ангарских велоспортсменов проходят в маленькой комнате детского клуба по месту жительства «Ритм». Сегодня в объединении «Райдер» состоят более 20 энтузиастов. Все они обречены тесниться в неприспособленном помещении и только весной ребята выйдут на трассу. И, как говорится, смогут разогнаться на полную скорость. Из-за отсутствия специального места для отработки навыков ангарчане во всероссийских соревнованиях не заняли призовых мест. Хотя у них, по словам тренера, есть большой потенциал. Мы уже традиционно выезжаем на эти соревнования уже третий год подряд. Если брать по результатам первого года, когда мы просто приехали туда и увидели уровень, конечно, и трассы, и уровень подготовки российской сборной, то сейчас наши результаты растут. И мне приятно сказать, что трое гонщиков у нас в нашем уже команде входит в шестерку сильнейших гонщиков по России. Это Майя Савина, самая маленькая спортсменка нашей команды и самый старший Дамир Бурханов. Лучший результат в своей возрастной категории показал Ян Эдельбаум. Я вошел в десятку лучших, сильнейших. И почти как бы вошел в финал. На трассе было сложновато, потому что изменили первый трамплин. Было тяжело вдавливать и проезжать. И как бы я уже второй раз там. Мне понравилось на трассе. Я была самая маленькая. 2001 год и младше. И я ездила в первый раз на трассе. Проявил я, конечно, не очень себя, потому что соперники очень сильные. Ну, то, что у них есть крытый велотрек. А мы тренируемся только летом. Ну и весной и осенью. Но наши велоспортсмены не унывают. Конечно, сегодня они не могут составить конкуренцию команде из Саранска. Но это пока. По словам Андрея Савина, правительство Иркутской области рассматривает вопрос о строительстве крытого корта, который будет соответствовать международным стандартам. Потребность в нем существует уже много лет. И все эти годы местная администрация не поддерживала ангарское движение «Райдер». А благодаря появлению велоцентра спортсмены смогут тренироваться и занимать лидирующую позицию на соревнованиях всероссийского уровня. Мария Константинова, Михаил Терышкин. Местное время.